И будет смена в правительстве. Это 26-й год, это полный выдох. Это тот день, понимаете, когда нужно помолиться за Украину. Только это наоборот, Россия воюет с Америкой. Но Америка выиграет в этой войне. Приветствую вас, дорогие зрители канала People Life. Меня зовут Алексей Курбан, канал People Life. Это канал о гаданиях на картах Таро, прогнозах и предсказаниях будущего. Сегодня у нас в гостях, ясновидящий нового времени, наш частый гость Валерий Шатилович. Валерий, здравствуйте. Благодарю вас, Алексей, благодарю студию. Очень рад снова быть вживую, общаться с вами и передать какую-то важную, ценную информацию другим людям. Лучший из форматов, потому что скайп-формат это всегда такой чуть-чуть в одном измерении разговор, когда живем в студии совершенно по-другому. Большой разговор сейчас предстоит. Большое количество тем нашей команды, я подготовили, с которыми хотим разобраться. Первая такая отрезвляющая новость. Сейчас многие военные говорят о том, что выйти на границы 91-го года с теми средствами, что есть у вооруженных сил Украины, практически невозможно. Одна надежда на то, что что-то изменится, и мы сможем сдвинуться. Возможно, какое-то чудо произойдет, сплочение или что-то неземное. Что чувствуете вы? Стоит ли давать людям ложные надежды или же нужно смотреть трезво реально на мир? Это, конечно, зависит от человека, от самого ясновидящего. Но об этом я говорил уже многократно, что выйти на границы, которые были у нас ранее, будет очень сложно. И дело не в Украине, и даже не в России. Дело в том, что это невыгодно тем странам, которые нам якобы помогают. И если так размышлять, если утвердиться в этой теории, ну тогда, конечно, позитив и вера в светлое будущее исчезает. Но все же надо учитывать, что зло никогда еще не побеждало. Свет, любовь и правда всегда на стороне тех, кто обижен. Тех, кто первый не нападал никуда. И, в общем-то, Украине ничего не надо. Нам нужна лишь наша земля, лишь наша жизнь. Поэтому, да, в ближайшем будущем Украина не выйдет на границы, которые у нас были ранее. Но надо понимать, что это будущее тоже можно изменить. И может изменить, прежде всего, народ Украины, если будет правильно мыслить. А мысль – это энергия сильнее любого ядерного оружия, любой атомной бомбы. Да, именно целенаправленная мысль, в которую мы вкладываем частичку нашей души. Ну и вот эта мировая политика, знаете, это такая игра, где все буквально в считанные секунды может измениться. Когда, допустим, президенту Турции, президенту Китая вдруг станет невыгодно сотрудничество с Россией, они объединятся против нее. И, естественно, это, да, победа Украины. Поэтому сложно это прогнозировать. Но, тем не менее, все мои прогнозы все равно говорят о том, что Украина победит, Украина восстановится, она сможет забрать свои территории назад и жить счастливо. Только на это нужно время. И самое главное, что для этого нужно, чтобы не было у нас разобщения в нашем народе, в нашей украинской нации. Вот это важно. В обществе, да. Где мы сейчас находимся? К чему приближаемся, находясь на территории лета 23-го года, когда в стране идет война уже два года? Ну, мы приближаемся к тому, что в России будут очень крупные изменения, да, о которых мы уже с вами говорили в начале года, что вторая половина 23-го года – это время, когда в России будут большие скандалы, перевороты, вот, и то же самое, что мы и про Пригожина с вами говорили, да. То есть это время больших перемен в России и в Украине тоже. В Украине эти перемены прежде всего в том, что осенью начнется новая волна взяток, новая волна хитростей, каких-то обманов, лжи, и будет смена в правительстве. Это будет. Также мы увидим осенью, мне кажется, что наши западные коллеги, они начнут как бы активнее что-то делать в плане перемирия, в плане договора какого-то, то есть нажимать немножко на две стороны, чтобы скорее уже был какой-то результат. Вот, но говорить о победе осенью, конечно, мы не можем. Еще рано. Почему все так убеждены, что Россия разваливается? Стоит ли жить иллюзиями? Или нужно принять, что она будет по соседству еще в ближайшие годы, возможно, десятилетия? Уйдет ли эта страна за железный занавес, как хочет большинство стран в мире? Я вижу, что нельзя говорить про развал России, но можно говорить про изменение формы этой страны, ее правительства, изменения ее внешней политики, территориальные также изменения. Но сама по себе как бы костяк какой-то он останется, Россия все равно будет, но она будет другой. И я очень имею большие надежды, что то, что сейчас происходит, это принесет конец вот такому какому-то имперскому прошлому России и ее правительству, которое это поддерживает. Они исчерпают себя и придет новая власть в России. Действительно, вот очень много русских ясновидящих, они все время твердят, вот сейчас будет хорошо, сейчас Россия поднимется с колен. Да, есть даже такой анекдот, что Запад пытается поставить Россию на колени, и так долго пытается, пытается. Она как лежала, так и лежит. Поэтому Россия поднимется вначале на колени, потом и встанет, но это очень много лет нужно на это. И это не самая ближайшая перспектива. Это время, когда придет другая власть в России, другие абсолютно молодые люди, умные люди, которые все равно там есть, как и в каждой стране. Но на это нужно время. А сейчас я вот даже с вами говорю, я представляю эту Россию, я вижу угли, вот клеющие угли. То есть, конечно, это конец. Конец старой России. Сейчас происходит такая штука, что учебники 70-х, 80-х годов, в учебниках современных переписывают историю 70-х, 80-х, 90-х годов для учащихся в 10-м, 11-м классе в России. Неужели Россия скрывает так следы своих преступлений последних десятилетий? Зачем переписывать историю, о которой вроде бы еще и все очень хорошо помнят? Ну, идет ответ «да», что это идет манипуляция, как бы хитрость, чтобы как-то, возможно, знаете, сделать народ более глупым. То есть, это все понятно. В этом контексте классная фраза вылетела из головы министр пропаганды Гитлера. Не могу вспомнить. «Дайте мне средства массовой информации, и я превращу любой народ в свиней». Да. И как раз вот это средство массовой информации, эти книги выступают таким источником. Кто в последнее время вам приходил, возможно, во снах, в видениях? Какие образы сейчас витают в пространстве, которые, возможно, даже пересекутся с какими-то образами, которые видят наши зрители во снах тревожных? Ну, конечно, все образы, которые приходят, они позитивные, они про победу Украины. Но сейчас меня беспокоит именно как бы то, что существуют некие скрытые договора. Вот. И, собственно говоря, все мои видения, все мои какие-то интуитивные чувствования, которые приходят, они все говорят про эти договора. И это неприятно. Это как-то больно. Душа болит за Украину. Поэтому мне кажется, что мы все равно выживем, как бы там кто что не договаривался. Но вопрос в том, насколько это длительно будет происходить. К сожалению, как бы полный выдох, как я уже с вами и говорили, мы в каком-то из интервью, это 26-й год. Это полный выдох. Да, но ведь это еще три года. И до этого времени, конечно, война не будет в той фазе, в которой она идет сейчас. Она уменьшится. Она должна уменьшиться в этом году. Но, тем не менее, сам этот конфликт, который забирает жизни, который забирает территорию, это больно и неприятно. 26-й год. Это, если вернуться к фразе, что означает конец войны, возвращение территории, возвращение всех военнопленных, возвращение всего в свой предыдущий строй. Вот я уже, вот имея это, полный выдох, это 26-й год. То есть, там небо спокойное, без напряжения. А уже сказать, когда что конкретно, какие будут победы, да, это же несколько побед у Украины должно быть. Множество. Еще множество на очень многих фронтах. Каким вы чувствуете 24 августа 23-го года? Каким оно будет? Ну, вот, когда вы задали этот вопрос, сразу я услышал сирену. То есть, ну, будут попытки ракетных ударов, но чего-то такого сверхсерьезного, там, чтобы на нас кто-то напал, там, со стороны Беларуси или еще откуда-то, я не вижу. Я просто слышу тревоги. Видимо, в этот день будет несколько тревог. Ну, что-то даже могут попасть, но, в общем-то, ПВО сработает и ракету отобьют. Поэтому чего-то такого сверх в этот день ожидать не стоит, бояться его не стоит. Насколько этот день сильный с точки зрения энергии для украинцев, как день независимости во время, когда идет война за эту независимость? Я сейчас вижу, когда вы задаете этот вопрос, площадь, как люди держатся за руки и молятся. Это тот день, понимаете, когда нужно помолиться за Украину. Всем объединиться и произнести молитву. Произнести молитву за Украину. Это важно. Это необходимо для Украины. И эта молитва, она будет услышана. Это ведь день рождения нашей страны. А в день рождения это самый такой момент, когда человек на связи с Богом. День рождения всех нас. Можно ли так сказать? Да, да, да. Всех украинцев. Кто в душе украинец, кто по крови украинец. Фантастика. Фантастика. Всегда считал этот день особенным. И в этом году призываю всех украинцев, и сам точно впервые, я всегда как-то пропускал, упускал этот момент и не думал, что это важно, одену вышиванку. Отпразднуем. Да, еще 23 числа можно будет уже начинать вышиванку. Очень важный момент. Зрители спрашивают, перейдет ли война на территорию России так, чтобы там реально это почувствовали. Это будет точечно, или это будет точечно, и большинство не заденет. Понял. Посмотрю. Я бы сказал, что если мы говорим про ближайшее время, то это точечные какие-то бои. Сейчас я увидел карту России, и как она как будто бы накрывается такой материей, как тканью из темно-темно-серого цвета, и не хватает воздуха. То есть, скорее всего, вот этот террор, который русская власть сейчас ведет против своих же людей, глупые такие какие-то законы и жестокое обращение с теми, кто их нарушил, оно будет усиливаться. И пока что в самое ближайшее время нельзя говорить о возникновении гражданской войны или еще чего-то. То есть, это два процесса, которые должны наложиться друг на друга. Чем больше будет усиливаться террор, тем, возможно, больше будет усиливаться вот это… Противостояние, конечно. Противостояние народа и, возможно… Ну, и оно должно дойти до какой-то критической массы, и тогда уже будет… Классная аналогия с просто обычной примитивной крышечкой на кастрюльке, когда ты ставишь ее на воду, на газ, а там вода. Вода должна закипеть, в какой-то определенный момент она начинает поднимать эту крышечку и вырываться наружу. Может ли Украина победить на море? Изменились ли сейчас какие-то правила игры с морскими дронами, которые у нас есть? И по сообщениям из новостей, такое складывается потенциально приятное впечатление, что Украина как будто перехватывает инициативу в море. Может ли Украина быть сильнее России в море? Я вижу, русские корабли как-то уходят назад. Туда, видимо, будут Крым уйти, окружать Крым. Ну, отойдут, отойдут. То есть Украина начнет как бы в море брать силу, но боя я не вижу. Видимо, Россия, значит, будет отходить. Все-таки инициативу могут перехватить, что и сейчас происходит. На Западе ждут результатов нашего наступления, но нет ли в этом какого-то лукавства? В том смысле, что это не экзамен в школе, который нужно сдавать. Это война, которая идет по своим законам. Вопрос такой глобальный, но звучит просто. Насколько США честны с Америкой в окончании этой войны? Ну, идет слово нечестны. Не могу сказать, что... Такое предложение, как бы, да, у них свои цели. У них свои цели, поэтому я не могу сказать, что это честно. К сожалению, я этого не вижу. Я просто могу говорить то, что я вижу. Но будет поддержка, будет дальше идти поддержка Украины. Несмотря на то, что они там, ну, пусть не настроены, может быть, на мгновенный финал, да, чтобы Украина там завтра все забрала, но поддержка будет. Я так вижу, знаете, как некие руки, которые вот этих воинов наших подталкивают туда. Какие-то руки, материальные руки, военно-технические. Нет, это образная. Да, я понимаю, какая-то поддержка. Да, да, поддержка вот, знаете, такая, что идите, идите, вот, нате вам все, что вам нужно. Ну, это такая, беспрецедентный случай. Мы часто слышим фразу, что Америка воюет с Россией руками украинцев. Очень не люблю эту фразу, звучит она отвратительно, но наверняка дыма без огня не бывает, и есть какая-то правда и в этих рассказываниях. К сожалению, увы. Только это наоборот, Россия воюет с Америкой. Россия воюет с Америкой. Да, но Америка выиграет в этой войне. При помощи наших больших героев. Так, есть теоретический вопрос, чисто в теоретической плоскости. Если бы Владимир Зеленский согласился на заморозку войны с Россией, чтобы уберечь своих воинов и народ, через какое-то время Россия все равно бы пыталась уничтожить украинцев? Вот сейчас я вижу нашего президента, и он вот так закрывает ладонями лицо. Он пытается прислушаться к себе, как бы, понять свою. То есть сейчас, я так понимаю, Украина, она разрабатывает какой-то план действий самостоятельный, чтобы быть без зависимости от других стран. И вот ему как-то тяжело так. У него эмоциональное состояние тяжелое. И он, знаете, вот как человек, который, я вижу, лицо, напряженные мышцы, когда сильно думаешь, вот лицо напряжено, и вот он ищет какой-то такой вариант, как же ему быть, как же быть Украине, чтобы не играть по чужим правилам. Потому что, видимо, заставляют идти на перемирие. Но я вижу, что все равно вот получится Украине, как бы, идти своим путем. Своим каким-то, ну, кармическим, предначертанным даже. Да, вот как бы он говорит уже, ну, отстаньте от нас. Мы хотим, там, воевать так, как мы хотим, и жить так, как мы хотим. А получается, там Запад одного хочет, Россия хочет другого, и мы как между ними. И вот, да, 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 и сейчас президент, он как размышляет вот над какими-то планами, что ему делать. Возможно переговоры России и Украины этой осенью? Нет, пришло слово нет. Категорически, сразу быстро? Сразу, сразу. Переговоры, возможно? Нет, я пока не вижу. Украина не даст согласия на переговоры. Очень принципиально у нас позиции много уже на весах. Да, безусловно. Украина будет отстаивать свои принципы. А правда ли, что Путин будет тянуть войну до выборов в Америке? А выборы в следующем году? В 2024 году, где будет баллотироваться Дональд Трамп? Идет слово неправда. Нет у него такой цели. Нет, идет слово неправда. Это кто-то написал, выдумал. И ПСО, и украинцы уже знают такой термин. Информационный такой вброс, чтобы ослаблять наши какие-то информационные фронты. Спрашивают тоже, у меня в перемешку вопросы мои, наши, наша команда и зрителей. Какими будут военные действия осенью? Возможно ли резкое окончание войны? Владислав. Вижу спичку, которая зажигается и быстро тухнет. То есть осенью может быть какая-то попытка возобновить активную фазу боевых действий. Но сразу это затухнет. То есть это какая-то агрессия, скажем, знаете, ну как толчок такой. Он может быть, но затухнет. Так. Есть шанс, что можно победить. Есть шанс. Но, понимаете, опять-таки, выходит, что это не от Украины зависит. Как бы Украина делает все, чтобы победить. И если так сложатся возможности, сразу же воспользуется этим и сможет победить. Это когда тот случай, когда ты делаешь все до этого, но зависит это от людей, которые находятся там в кабинете, в котором ты условно сдаешь какие-то документы. Да, безусловно. Ты не знаешь, как будет. Сейчас заканчивается лето, будет осень, но потом будет зима, которую прогнозируют, что она будет сложнее предыдущей. Может быть, просто пытаются попросить нас таким образом трезво смотреть на реальность, что будет сложно. Или же готовят к чему-то сложнее. Какая будет на самом деле зима, как вы видите? Переживем мы эту зиму нормально. Не будет сложнее, чем в прошлой зиму. Какие-то пауэрбэнки, немного отсутствие горячей воды. Свет будет. Все самое меньшее. Мы уже все пережили. Мы уже умеем. Мы уже знаем, как это делать. Да, конечно. Кстати, это тоже отличная мысль, даже смотреть на этот момент так. У нас уже есть опыт проживания такого. Просто нужно будет чуть-чуть вспомнить то, как это было. Пара вопросов о личности, потом несколько таких общих вопросов. Почему Путин никак не умрет? Потому что время идет. Я читаю разные источники, которые рассказывают о том, что он постоянно находится под присмотром врачей. Его лечат, наверное, лучшие скулапы этого мира. В чем, кто и зачем создает мифы о его болезнях? Я думаю, что это он же сами создает, его команда, для того, чтобы собирать энергию. Потому что представьте себе, где направлено наше внимание, туда течет наша энергия. Если мы будем какое-то время думать о ногах, туда притекает кровь, ноги согреваются. Это как бы физика. То же самое и с энергией. Если мы думаем про Путина, то кому мы посылаем энергию? Путину. Почему стоит мавзолей в Кремле? Туда водят экскурсии. Чтобы посылать энергию, и создается уже некий такой, как бы, энергетическая воронка, куда все время уходит человеческая жизненная сила. Ментальная вот эта энергия, энергия мысли. То же самое и о нем. А что приходит на ум при вопросе, в чем слабость этого диктатора? Ну, вот костная система. Я думаю, что проблемы могут быть именно с костной системой. Опора. Да. Получается, его опора. А в чем сила, наоборот, Владимира Зеленского? Ну, горящее сердце Данка. У него, понимаете, горит сердце. Любовью к родине, к Украине. И, знаете, украинскую мову. Ему болит. Ему болит. Вот в этом его главная сила. При всем том, что большинство украинцев поддерживает Владимира Зеленского. Мы все его тоже подпитываем силой. Есть ли в этом резон? И можно ли так считать, что когда мы… Конечно. Если мы посылаем любовь, если мы посылаем светлую, добрым, если это хорошо. Даже если он делает что-то не так. Ну, сейчас такое время, когда, если снять правительство, никто не встанет как бы президентом. Ну, что, пойти сдаваться, получается. Войны не бывает без… Корабля нет без капитана. Он не может существовать. Так же и здесь. Страна не может без президента. Если он где-то и ошибается, то нам нужно только лишь молиться Богу, чтобы он это увидел, осознал и изменил то, что он может. И просить ему мудрости, как бы есть такая молитва, Господи, вложи мудрость свою в уста мои. Так же и молиться, и просить, что Господи, вложи ему мудрость в его голову, в его речь, в его руки, чтобы он с кем надо разговаривал, с кем надо, что надо подписывал, да, и чтобы это все вело нас к победе. Но в негативе, если критиковать, ссориться, ну, мы поддерживаем, значит, вот этот маятник войны. Получается, каждый из нас может хорошими мыслями, даже если… Ну, это все, что мы можем. Все, что мы можем, да. Особенно если от нас не влияет, да, там, жизнь какого-то города или батальона, то это, наверное, все, что мы можем. Правильно мыслить. И самое простое, самое меньшее, самое наименьшее, что мы можем. Те, кто на фронте, иногда говорят, Бога нет, потому что если бы он был, он бы всего этого не допустил. Как бы вы ответили тем, кто на фронте, говорит, что Бога нет? Ну, конечно, люди, которые переживают такой стресс, такую ситуацию, я бы ничего не говорил, да, пока они не выйдут из этого состояния, пока они не выйдут оттуда. Ну, а, собственно говоря, если мы говорим, да, про наших зрителей, Бог дал человеку свободу выбора. И он просто является наблюдателем в этой жизни. Он смотрит, что из этого, что получится. Это своего рода эксперимент. Если мы вспомним, допустим, древнегреческую мифологию, там тоже был Арес, Бог войны, да, и Египет, все страны, везде это было. То есть это неотъемлемая часть животной природы человек. То есть получается такой процесс, который мы должны пройти, выжить, кристаллизироваться, перейти на другой уровень. Я так себя трактую. Это дается для того, чтобы мы, в частности, не знают за другие войны. Война в Украине нужна для того, чтобы мы смогли как-то существовать. И не как-то, а хорошо. Потому что, выйдя из этой войны, если мы совершим определенные духовные усилия, изменим наше мышление, наше поведение, мы сможем существовать как страна в условиях нового времени, новых энергий, новой жизни. Потому что, действительно, эпоха Водолея, мы видим, что старинные ценности, старые ценности, европейские ценности, они уже прогнили, они никуда не годятся, ни эти организации никакие, ни ЮНЕСКО, ни НАТО, ничего. Что нужно что-то новое, но мы еще не новые, нам нужно стать такими. И вот Бог учит нас через эту войну, поэтому Он ее и допустил. И можно ли сюда добавить, что пути Господни неисповедимы? Конечно. Через призму такого вопроса. Какой дать совет можно тем, кто ждет родных из фронта? Как они могут помочь тем, с кем сейчас не рядом? На моем канале есть такой плейлист, который называется «Помощь воинам». Я дам ссылку, и вы, наши друзья, можете перейти, посмотреть. Я даю несколько таких практик, рекомендаций в этих видео, как это сделать. Класс, класс. Обязательно оставим ссылку под этим видео. Что делать с муками совести, если беженцы из Украины сейчас за границей очень хотят вернуться, но боятся? Принимать ли эти муки? Страдать ли или отпустить ситуацию? Что если ты сейчас не дома, далеко от дома, но все равно переживаешь? Ну, человек переживает по какой-то причине, да? И нужно найти причину этого страха. Если найти причину этого страха, значит, с этим можно что-то сделать, как-то это изменить. Для того, чтобы найти причину своего страха, например, есть такой метод холодинамика. Очень простой метод, который позволяет избавиться от страха, беспокойства. Практикуйте медитацию, поинтересуйтесь этими темами. И надо себя простить, прежде всего. Простить и как было, ну, здраво, начать здраво рассуждать. Что я здесь делаю, как я отсюда могу помочь Украине, как отсюда я могу изменить как-то ситуацию. Ну, если хочется, домой надо ехать, потому что, значит, у вас интуиция тянет, с вами все будет хорошо. Это самое главное, если интуиция тянет, подсказывает, значит, разрешает. Последний вопрос, такой тривиальный, наверняка его слышали много раз. Что ждет Украину после победы, после того, как закончится война? Можно ли смело готовиться к тому, что нас ждет длительный процесс восстановления? Будут ли в этом процессе восстановления нам помогать другие? Я себе так визуализирую. Будут другие страны помогать. Очень так хорошо. То есть, получится так, что Украина, да, как станет местом, где множество разных стран на уровне бизнеса, туризма, можно будет встретить людей разных национальностей, разных языков и так далее. Получается, в это место, которое, в котором сейчас идет война, наша страна, она станет интернациональной. Интернациональной страной, да. Это будет. Будет Украина таким сердцем. Вот говорят, сердце Европы, вот она станет сердцем Европы. Сердце, географический центр находится в Украине. Все, все прям говорит о том, что так должно быть. На этом пока что все. Благодарю. Благодарю вас. Такой объемный разговор у нас получился. Дорогие зрители, много темы подняли. Очень хочется, чтобы вы что-то ответили в комментариях о том, что вас по-хорошему задело, то сказали то, что у вас откликнулось на душе во время нашей беседы. На этом пока что все. У нас в студии в гостях был ясновидящий нового времени Валерий Шатилович. Все полезные ссылки мы оставим под этим видео. У Валерии есть также YouTube-канал. Подписывайтесь. Там почти несколько сотен подписчиков не хватает до 100 тысяч. Это такая большая классная цифра. Хочется, чтобы вы там тоже получали знания, информацию. И оставим ссылочку. Спасибо огромное. Ссылку на плейлист, который поможет тем, кто сейчас не рядом с родными. На этом пока что все. Берегите себя. Увидимся в следующих видео. Украина обо-вязково-пере-можа. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...